Встреча с Казармой Здание казармы было построено с серьезными дефектами еще в 1975 году. Неквалифицированные ремонтники, выполняя в нем работы, только добавили проблем. В частности, сняли со стен огромный слой штукатурки, который буквально держал разваливающуюся кирпичную кладку стен. Использовали раствор более низкой марки, чем полагалось, неправильно сварили штыки, арматур и так далее. Военное управление СКР России ставит точку в расследовании. Обвинение в окончательной редакции предъявлено фигурантом уголовного дела. Предвидеть и не допустить трагедию, по мнению следователей, должен был начальник учебного центра Олег Пономарев. Иначе говоря, лично выступить в роли строительного эксперта, убедиться в надежности кирпичной кладки. После крушения казармы действующего офицера задержали. Тогда полковник частично признал свою вину. Ведь именно он дал указание переселить бойцов из палаточного лагеря в казарму. Хотя в здании были недоделки. Я глубоко оскорблю всех моих бойцов. Молюсь из-за дневного, ежечасно, поздравы и патроны. Я не собираюсь скрываться, потому что недорогая честь моего учебного центра, которому я не участвовал, а честь вольств своих, которым я продолжаю принадлежать и буду принадлежать. Поэтому я здесь в форме и в погмухах. Пономарева обвиняют в превышении должностных полномочий, пособничестве и нарушении правил безопасности при ведении строительных работ, повлекших по неосторожности гибель двух и более лиц. Ответить перед судом придется и его заместителю Владиславу Пархоменко. Помимо офицеров, обвинение предъявили гендиректору компании «Ремокстрой» Александру Дорофееву и его партнеру Дмитрию Боязову. Последний, не имея специального образования, руководил ремонтными работами. 40-летнюю казарму строители в прямом смысле разрушили изнутри. Для установки фасадной облицовки просверлили множество отверстий, срезали лишний кирпич, чтобы расширить места под новые окна, не укрепив простенки. И удалили со стены штукатурку, нарушив прочность кирпичной кладки. Истонченные стены не выдержали тяжесть перекрытий и рухнули. За некачественный ремонт и экономию на стройматериалах компания «Ремокстрой» привлекалась и раньше. Что касается фирмы «Ремэкстрой», в Нижнем Новгороде эта фирма не является знаковой и какой-то известной. У нее числится всего одно строительство, оно находится в Нижнем Новгороде на проспекте Гагарина. Это, кстати, как раз тоже общежитие воинской части 7408. Несколько лет назад эта фирма проводила там ремонт, после чего были большие нарекания со стороны Министерства обороны. И в сентябре прошлого года Нижегородский областной суд оштрафовал вот эту компанию за нарушение при реконструкции общежития. Ответить перед законом предстоит и сотрудникам надзорных ведомств, среди которых Управление капитального строительства Минобороны, специнжиниринг при спецстрое и другие. Именно они должны были следить за качеством ремонтных работ. К изучению материалов дела обвиняемые потерпевшие приступят через месяц. Суд может затянуться на год, ведь общий объем доказательств насчитывает 500 томов. Анна Кокорина, 12 канал.